Доброе утро! С вами на кухне Шакир Юлдашев. Готовим вкусные и интересные завтраки из того, что всегда можно найти под рукой. Легкий утренний китайский суп. Вот что с вами приготовим мы сегодня на завтрак. И для супа нам потребуется куриная грудка, шампиньоны или вешенки, куриное яйцо, немного пекинской капусты и лапша быстрого приготовления. Начнем приготовление с курицы. Она готовится дольше всего. У меня уже в сотейнике нагревается вода. Я разрежу грудку пополам, а теперь поперек тонкими ломтиками. Отправляю куриную грудку прямиком в кипяток. Добавим в суп немного маринованного имбиря. Я нарежу его тонкой соломкой и отправлю туда же. Шампиньоны разрежем пополам и нарежем ломтиком. Отправляем шампиньоны в суп. Нарезаем соломкой пекинскую капусту. Твердую часть немного мельче, а тонкую часть капусты можно и покрупнее. Сначала в суп отправляем твердую часть пекинской капусты. Добавляем в суп немного соевого соуса. На начальном этапе приготовление добавим нарезанные мелко стебли кинзы. Верхние листочки кинзы добавим, когда уже суп будет почти готов. Приправим суп небольшим количеством сока лимона. Добавляем остатки пекинской капусты и варим еще 3 минуты. Если вы любите острое, не отказывайте себе в этом удовольствии. Добавлю немного пасты чили. Теперь опускаю туда простую лапшу быстрого приготовления. Еще минута и наш суп будет готов. Разбиваю одно куриное яйцо, взбалтываю его и готовлюсь наливать его прямо в суп. Сюда же отправляем часть нарезанной кинзы и перемешивая суп добавляем яйцо. Для аромата в суп можно добавить одну-две капельки кунжутного масла, посыпать нарубленной кинзой и супчик готов. Я по утрам супов не ел, перебиваясь маломальски. Теперь же бодр и полон сил. А все вот этот суп китайский. Приятного аппетита!